Как нарисовать снегиря карандашом поэтапно для детей и начинающих? Если вы вместе с детьми давно изготовили и повесили на дерево кормушки для зимующих в наших краях пернатых весной устанавливаете скворечники и синичники, то ваше чадо рано или поздно попросит нарисовать птиц. Ведь малыши так любят переносить на бумагу все, что видят вокруг. Отказаться от этой затеи всегда успеете. Для начала попробуйте порисовать с нами. Не переживайте, у вас обязательно получится удивить ребенка своими способностями к рисованию. В статье собраны наиболее простые способы рисования снегиряей. Но это совершенно не означает, что картинка в итоге будет выглядеть примитивно. Главное, в точности следовать инструкциям и вы сможете запечатлеть красивую птичку, которую так часто можно увидеть зимой в наших краях. Попробуем разобраться в тонкостях создания красивого новогоднего рисунка с пернатыми, без предварительного освоения базовых уроков живописи. У нас ведь нет на это времени. Очень скоро детишки начнут выставлять на показ в школе свои работы и ваш ребенок будет уже во всеоружии результатом творческих занятий. По этой статье могут стать сразу несколько оригинальных картинок или открыток. Вы поможете ребенку с усвоением первоначальных навыков. Создание простого рисунка, воспитывая тем самым в нем чувство прекрасного. Не стоит рассчитывать на мгновенный результат. Хороший рисунок получится только в том случае, если работа будет выполняться поэтапно, а не за один присест. Советы по рисованию снегирей. Рисуя снегирей, которые находятся на морозе, придаем им форму комочка. Так они будут выглядеть более реалистично. Чтобы нарисованная птица была узнаваемой, необходимо размещать перед собой изображение снегиря и ориентироваться на него во время рисования. В детских книгах, журналах, на открытках можно найти различные картинки с красногрудыми пернатыми. Принимая во внимание наши советы, вы без труда перенесете понравившееся изображение снегиря на бумагу, а результатом своих стараний, сможете похвастаться родным или знакомым. На листе бумаги обозначаем, не нажимая сильно на карандаш, границы рисунка. В том месте, где у нас будет нарисована птица, проводим носевую линию. Немного сместивившись в сторону, добавляем овал, наклонив его вправо. Это будет брюшко птицы, которое внизу немного выпирает из-за жировой прослойки. Видео «Новогодняя открытка акварелью». В снегире, зная строение конкретной птицы, нарисовать ее правильно будет несложно. Теперь в нарисованный ранее овал нужно вписать контртуловище снегиря. Придаем ему форму груши. Дорисовываем хвост, ориентируясь на образец рисунок. Намечаем контуры крыльев, головы, клювок, лап. Чаще всего снегири изображают сидящими на ветках. Потому намечаем несколькими линиями ветку. Обозначаем глазки снегиря, рисуем на крыльях перья. Если птичка стоит на ветке, то дорисовываем лапки. Избавляемся от дополнительных линий и с помощью ластика убираем овал и осевую линию. Если вы рисуете с ребенком, то можете смело доверить эту задачу ему. Чтобы снегиря можно было узнать по нашей картинке, разукрасим птицу, грудку, шею и щеки. Сделаем красными крылья, макушку, клюв, спинку заполним черным цветом. В зимнее время мы часто можем увидеть на ветках деревьев, вблизи развешенных кормушек снегирей. Эти пернатые не покидают наши края, однако только на фоне белого снега становится заметным их красочное оперение. Итак, пополним коллекцию рисунков красивой новогодней картинкой, следуя по этапной инструкции. Будем использовать на первых этапах простой карандаш. Помним о том, что первоначальные линии проводятся без нажима на грифель. Готовый наброс карандашом разукрасим. Шаг 1. Поделим визуально лист бумаги на две равные половины горизонтальной линии. После этого проведем еще линии, разделяя лист тремя вертикальными полосами. В левой половине листа нарисуем три круга. Они помогут нам прорисовать общий контур снегиря. Овал, который находится в середине, сделаем самым крупным. Шаг 2. На маленькой верхней окружности намечаем небольшим треугольничком клюв птицы. Ну вот, теперь уже становится понятно, что мы пытаемся изобразить. Переходим к нижней части контура птицы. Здесь нам нужно провести прямую линию и наметить двумя штрихами лапки. Придадим нашим окружностям форму птичьего тела. Обведем предварительные контуры туловища поверх кругов. Наметим короткой линией хвост. Шаг 3. Проведем линию на клювике, разделив его на две половины. Небольшой окружностью обозначим глаз. Прорисуем контуры лапок и хвоста. Главное, соблюдать пропорции и не отступать далеко от предварительного контура. Шаг 4. Здесь все достаточно просто. Обводим карандашом хвост конечности и более детально прорабатываем клюв, обозначаем оперение на крыльях и голове. Уточняем контур глаза и убираем вспомогательные линии. Шаг 5. Можно с уверенностью сказать, что с задачей мы справились. Добавим еще несколько деталей, нарисуем оперение и прорисуем лапы с когатками. Разукрасим снегиря, ориентируясь на предложенную схему нанесения теней. Как нарисовать снегиря на ветке карандашом и красками? Если вам нужно нарисовать новогодний плакат, то без изображения нарядных красногрудых птичек вам просто не обойтись. Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете удивить друзей своим художественным талантом и креативностью, а также научить своего ребенка работать с красками. Начинаем рисование пернатых красавцев с яркой красной грудкой и простым карандашом. Чтобы не тянуть снегиря за хвост, сразу же намечаем схематическое расположение иловых веток на листе. Теперь покажем едва заметными линиями контуры налившего на ветках снега. Убираем ластиком нарисованные ранее линии внутри веток и обозначаем овалами место, где у нас будут располагаться птицы. Рисуем бугорки снега под первоначальными контурами пернатых. Дорисовываем контуры шишек. Рисуем кончики веток, выглядывающих из-под снега. Рисуем голову первого снегиря. Добавляем крыло, которое находится в поле зрения и клюв. Рисуем снегирю выпуклой брюшкой хвост. Переходим ко второму снегирю. Рисуем в той же последовательности – голова, спинка, крыло. Дорисовываем недостающие детали второму снегирю, ориентируясь на уже нарисованную птичку. Заполняем контур головы черным цветом. Начинаем рисовать с третьего снегиря. Снова рисуем сначала голову, потом наводим контур спинки, рисуем крыло, клюв. Прорабатываем контуры третьей птички более детально. Рисуем хвост, выпуклую грудку, намечаем небольшой изогнутой линией второе крыло. Приступаем к разукрашиванию картинки. Грудки птичек разукрашиваем оранжево-красным цветом, голову, крылья, хвосты заполняем черным цветом. Берем зеленый карандаш или фломастер легкими штриховыми линиями, обозначаем иголки на веточках ели. Нарисованные ранее контуры шишек заполняем коричневым цветом. Тем же коричневым цветом выделяем контуры веток. Используем голубой карандаш для выделения теней на бугорках снега. Используем салатовый карандаш, чтобы сделать веточки ели более густыми. Добавляем тени на шишках. Теперь можно придать реалистичность и ловым веточкам с помощью темно-зеленого карандаша. Пройдемся еще раз по иголкам, прорисовав новые штрихи немного длиннее. Добавим красный оттенок к шишкам, а затененные места на снегу выделим фиолетовым цветом. Осталось добавить фон и написать красивое поздравление с Новым годом. Рисунки для срисовки снегиря для детей, для детского сада и начальной школы. Фото. В представленной ниже подборке картинок вы найдете различные варианты рисования снегилерей. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Продолжение следует...